Сегодня мы вспоминаем национального героя Азербайджана. Подробнее о журналистском подвиге Салатын Аскеровой мы поговорим с Ларисой Дживаншир, зав. отделом газеты «Молодежь Азербайджана» на тот период, в котором работала Салатын Аскерова. В настоящее время Лариса Дживаншир – главный редактор информационного портала bakuinform.as. Лариса Ханум, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Итак, расскажите нам, пожалуйста, как вы познакомились с Салатын Аскеровой, каким она была человеком, каким она была журналистом. Салатын Аскерова в моей памяти – это жизнерадостный такой человек, а такие говорят – человек с огоньком. Когда так получилось, что она работала сначала у меня в отделе, как журналист, мы занимались, так сказать, разбором писем и жалоб. Это назывался отдел писем и жалоб. Она была боевым журналистом, всегда доводила все до конца. Потом, когда начались события, в силу своего, так сказать, характера и таланта, боевого журналиста, она, естественно, стала выезжать в командировки в Карабах. И мы, так сказать, очень переживали. Там в газете был открыт «Корфунг» в Карабахе. Там ребята тоже сидели. И выезжали многие другие корреспонденты. Ну, вот у нее было такое желание самой быть свидетелем этих событий, самой рассказывать о том, что происходило в этом регионе. Были попытки ее отговорить? Все-таки женщина? Ну, женщина. Вот представьте себе, что последняя ее командировка была такая, что я ее все время отговаривала. Салатом, ну что, ну куда? Вот у тебя Джейфку, ну вдруг что-то случится, вдруг ты не вернешься. Нет, я не могу, я не могу. Я вот, у нее было такое настроение, таким она была патриотом, что она не шла, так сказать, на уговоры. И даже, ну вот, я буду с последней командировкой заходят по мне в кабинет и так обнимают меня. Так я еду. Я говорю, ну опять ты едешь. Зачем? Еще в ночь ехала. В ночь, то есть вечером выезжала. А на утро, буквально, мы получили вот такое известие. Это была трагедия для всей редакции. 9 января подтвердила свое название. Правовое воскресенье. В общем, сегодня в трауре. Не знали, что сделать. Мне еще довелось, так сказать, миссию выполнить, поскольку была правком в газете, встречать вертолет с ее телом из Карабаха. Потом быть на омолении в мечети. Я видела следы пуль на ее теле. Так что у меня с ней связаны очень такие воспоминания яркие. Очень я переживаю, когда наступает эта тебя-то, я всегда вспоминаю ее. Лариса Канома, как она объясняла вот эти свои желания, да, именно поехать в Карабах? Что для нее значил Карабах? Карабаха была для нее, как сказать, она была патриотом. Патриотом своей страны, патриотом Азербайджана. И поскольку вот эти все события, мы все переживали, мы все волновались, мы все, каждая ее поездка была, так сказать, с ожиданием, что будет и как закончится эта ее командировка. Ну, я уже сказала, что ее невозможно было отговорить. Она ехала рассказывать о том, что там происходит. Мы увековечиваем память наших героев. И сегодня уже, когда наши земли освобождены, появилась такая возможность местечко Галадаресы, где была убита Салатына Скерова, назвать в ее честь. По крайней мере, такое предложение уже прозвучало... Константин в этом спрессе же проходило, что оно названо, или только сейчас это принимается. Такое предложение прозвучало в азербайджанском парламенте. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это самое, как говорится, лучшее решение сохранить память о первом журналисте, который погиб в Карабахе. Она была первым журналистом, который отдал жизнь за освобождение Карабаха. Я думаю, это все знают и помнят, и правильно воспримут предложение в мире. И последний вопрос к вам, как к журналисту в том числе. Журналисты, получается, гибли во время Первой Карабахской войны и Вторую Карабахскую войну освещали наши журналисты. Опасность профессии журналиста? Насколько сегодня она, насколько это серьезно? Боже мой, я не знаю, насколько это правильно, но я знаю такую статистику, что журналисты – это вторые шахтеров погибают. Больше всего погибают журналисты и шахтеры. Шахтеры на первом месте, а журналисты на втором. Так что они погибают во время своей работы. То есть они не воюют, они никому не угрожают, но погибают. То есть это мирная профессия, но она становится опасной, особенно и сейчас. Когда столько горячих точек возникает у нас. Спасибо вам большое, что вы нашли для нас время и присоединились к нашему эфиру из-за вашего воспоминания. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. О журналистском подвиге Салатына Скеровой во время Первой Карабахской войны мы говорили с главным редактором информационного портала bakuinform.as Ларисой Джованшир. Спасибо. Продолжение следует...